Нажевало печенье, прям полный рот, не позволило Даши Мироновой выйти в тройку финалистов. Понос, судорога, смерть. Интересны только ваши деньги. Битвы экстрасенсов очень часто делают пересъемку сюжета. Еще хотел сказать, что очень часто на съемочных площадках бывали разные курьезные моменты. Это курьезные моменты, такие, как, например, снимали программу «В доме круга», и экстрасенсы должны были рассказать, что здесь произошло. И я помню, была участница такая Наталья Насачева. Они же все время заходят в дом и говорят, ой, чувствую плохую ауру, мне сейчас так плохо будет, мне так все плохо, потому что здесь произошло убийство. И перед этим Наталья нажевала печенье, прям полный рот, и делала вид, что ее тошнит. Она его вот так вот делала этим печеньем. Мы, честно говоря, мы все просто очень смеялись над этим, над всем, и понимали, блин, вот театралки-то пропадают. Потому что сделать вид, что упасть в обморок, это как бы... Они все практически падают на съемочных площадках в обморок. Ну, а здесь совсем уж плохо, здесь с рвотным рефлексом, вот, и все дела. Потом также помню, было такое испытание, когда много-много-много девушек одели в паранжу. У них были открыты только глаза, и все-все было закрыто. А среди них был парень. Также в паранже, с накрашенными глазами. То есть, это была очень такая, честно говоря, трудная съемка, потому что там 30 девушек одеть в паранжу, усадить и так далее, и так далее. Это было все очень сложно. И вот на съемочную площадку выходит Даша Миронова, которая называет себя сейчас экстрасенсом, супер-пупер-целителем. То есть, какие-то регалии, которых, в общем-то, в природе не существует, но все сейчас, всем этим награждена Даша Миронова. И, значит, Даша Миронова, вместо того, чтобы она в какой-то момент потерялась, она перестала водить руками и делать вид, что она ясна видеть, потому что она поняла, что она не может понять, где здесь мужчина. А так как задача была очень прямая, среди девушек найти мужчину, то Даша Миронова отбросила все экстрасенсорные способности. Она поняла, что, ну, блин, в этой же кучке она же должна угадать как-то мужчину по росту, по размеру ноги, не знаю, почему, по носу. Вот, Даша Миронова просто тупо бегала по съемочной площадке, она всем заглядывала в глаза, вот, она просто всем заглядывала в глаза и чуть ли не спрашивала, ты мужик, ты мужик. Вот, в итоге, вот, даже вот при таком методе она не угадала, где мужчина, вот, и когда, значит, она показала, что вот этот мужчина, она, девушка, сняла по ранжу, и Даша Миронова увидела, что это девушка, Даша ругалась матом, бегала по площадке, ругалась матом, вот, какие мы все идиоты, дебилы, что это идиотское дебильное испытание и так далее, и так далее. Вообще, с Дашей Мироновой связано очень много смешных моментов на съемочной площадке, ее никто никогда вообще не воспринимал всерьез, ну, была некая девушка, которая, значит, называет себя экстрасенсом, которая работала в центре, в неком центре экстрасенсорики, вот, ее никто никогда не принимал всерьез, что-то она там попадала, не попадала, что-то ляпала, и, честно говоря, мне было ее иногда, иногда мне было ее немножко жалко, и два раза я просто, ну, помогал ей безвозмездно, на безвозмездной основе для того, чтобы, ну, просто, ну, просто совсем уж не ложалась. Это в испытании, когда мы снимали на квартире, где была девушка, которая в советское время поменяла пол на мужской, вот, туда Даша Миронова пришла, она вообще не понимала, о чем речь и так далее, и так далее. Я ей немножко подсказал, в каком направлении двигаться, чтобы уж совсем не облажалась, вот. Вот, и еще на испытании, где мы снимали, у человека были органы зеркального отображения, наоборот. Вот, и нужно было среди людей угадать человека, чем он болен, и чем он отличается от рядом сидящих людей. Ну, вот, я тоже подсказал Даше Мироновой, что, ну, что, вот, посмотри на человека, вот, посмотри по здоровью, вот, по здоровью смотри, вот, у него все необычно в организме, все не так, как у людей, вот, вот, смотри. Вот, и только благодаря этому она как-то, вот, выкарабкалась из этого испытания. Но даже эта помощь не позволила Даше Мироновой выйти в тройку финалистов, и когда снимали ее выгон в готическом зале, то есть, вот, было четыре человека, и должны были одного выгнать, и это была Даша Миронова, вот. Вот, и вот ведущий объявляет, что, вот, этот человек покидает наш проект. С этого момента Дашу Миронова, вот, было очень сложно, чуть ли не пинками выгоняли ее из этого готического зала. Она ругалась матом, она выходила из двери, она возвращалась. В общем, ее практически весь обслуживающий персонал выгонял пинками из этого готического зала. Вот, но я хочу сказать, нужно отдать должное Даше Мироновой в ее способностях быть театралкой, быть постановщицей шоу, потому что, конечно же, она никакая не экстрасенс, просто некая девушка, предприимчивая девушка, потому что она очень хорошо устроилась в этом, в своем центре. Если посмотрите в интернете, то она очень популярна по всем запросам, она светится на всех платных каналах, где ясновидит в шар, в хрустальный и так далее, и так далее. Вот, она, конечно же, строит очень такие театрализованные шоу из своего приема. Вот, но она действует таким методом, вот как раз о чем я уже говорил. Это когда ты заходишь к экстрасенсу, и тебе не дают даже рта открыть, и тебе говорят, все, понос, судорога, смерть. Вот если ты завтра не принесешь 100 тысяч рублей, то, в принципе, послезавтра ты можешь из дома не выходить, потому что ты помрешь. Вот, поэтому, если забить в Яндексе Даши Мироновой экстрасенс, то отзывы будут такие. Вот, если забиваешь в Яндексе Даши Мироновой экстрасенс, то сразу же на первых полях выходит такое. Сдохни, тварь, сука! Потому что, кстати, прием у нее стоит не очень дорого, сейчас я не знаю, но, в принципе, прием у нее всегда стоил 6300 рублей. То есть, 6300 рублей секретарю, который записал, вот, и люди все говорили, вот, она там в битве экстрасенсов была и так далее, такая прям хорошая, такой хороший человек, за 6000 рублей принимает. Но, я еще раз повторюсь, за 6000 рублей вы можете услышать только то, что вы завтра помрете. И вам уже будет не до этих 6000 рублей, вы будете искать другую сумму для того, чтобы с вами было все хорошо. Дорогие зрители, ни под каким предлогом никогда не ходите в центры экстрасенсорики, не носите деньги экстрасенсам, потому что помощь как таковую вы никакой, в принципе, не получите. Ну, какую вы можете помощь получить? Конечно же, есть люди, которые хотят узнать там про будущее, про еще что-то. Будущее еще не наступило, и оно очень разное у нас у всех. Поэтому мы никогда не будем знать, что там произойдет через 3 года, через 4 года. А программировать себя на то, что услышите всякую билиберду от экстрасенсов, да еще за ваши же деньги, это, конечно же, глупость. Плюс, почему я призываю не ходить в центры экстрасенсорики и к экстрасенсам? Я работал 10 лет в этой кухне, и я знаю, как буквально на кухне потом эти экстрасенсы курят и пересказывают друг другу вашу историю. Понимаете, все свершилось. Вы уже отнесли деньги, вы заплатили, вы посидели, вы раскрыли всю свою душу про своих жен, любовниц, любовников, про матерей, про детей. То есть вы выкладывались по полной здесь, в этих кабинетах. Вы уходите, довольны или недовольны, по-разному. Но кроме денег, которые вы оставляете в центрах, в общем-то, вы больше ни для чего не нужны. Вы являетесь предметом посплетничать и порассказывать друг другу смешные или не смешные истории на кухне. Потому что после приемов, если, например, сидеть с утра до вечера на кухне, пить чай, каждый экстрасенс приходит и рассказывает, «Ой, у меня была сейчас такая тетка, сиськи накачала, губы накачала, вот, она думает, она сейчас замуж выйдет, в голове у нее ничего нет» и так далее. То есть это один из примеров. И также можно слушать про все, как кто-то изменил, погиб, убили и так далее. То есть ваши истории все обсуждаются, пересуждаются. Вы никому не интересны в этих центрах. Интересны только ваши деньги. Поэтому не ходите. Если есть у вас подруга, вот с подругой, вот взяли бутылку вина, поболтали, поговорили, не раскрывайтесь все прям досконально. Поговорите о своей проблеме, вам станет легче. Вот очень многие женщины приходят и носят деньги, они говорят, что вот я хочу замуж, я хочу замуж, я хочу замуж. Делают какие-то обряды, они носят деньги, носят деньги, носят деньги экстрасенсам. Вот что я хочу сказать, дорогие женщины. Вот возьмите вот одну треть от этой суммы, которую вы отнесли экстрасенсам, вот съездите в Турцию, в Египет. Вот, ну вы понимаете, вам будет хорошо. Вот вам будет лучше, чем провести час у экстрасенса, понимаете? Потому что вы отдохнете головой, кто-то отдохнет телом, у кого-то завяжется курортный роман, у кого-то какой-то роман, который дома, как гиря на ногах, рассосется. Вот, понимаете? Поэтому сумма достаточно небольшая может изменить вашу жизнь больше, чем та сумма, которую вы относите экстрасенсам. Хочу сказать, что в центрах, конечно же, деньги крутятся очень большие. Вот, потому что были времена, сейчас, конечно, похуже, потому что кризис в стране и не первый год, у людей нет таких денег. Вот, но были времена, когда просто можно было подойти к кассе, какие-то затраты нужно было сделать, можно было подойти к кассе и сказать, выпиши мне там 15 тысяч, выпиши мне 20 тысяч. Вообще никогда никто не контролировал деньги. Вот, поэтому, вот, ваша задача была принести эти деньги, и эти деньги крутились в сумасшедших суммах, просто-напросто. И они крутятся в любом центре. Вот, потому что я знаю, что в каких-то центрах экстрасенсы работают 50 на 50, в каких-то центрах драконовские методы, и экстрасенсы работают 20 на 80. И у них есть план, они должны там не меньше 300 тысяч в день заработать, для того, чтобы, ну, как бы, быть в хороших отношениях с начальством. Вот, поэтому потратите эти деньги на себя, приведите себя в порядок, съездите, отдохните. Не делайте эти отдыхи экстрасенсом, потому что, вот, как только вы выходите из центра, вот, весь интерес к вам сразу заканчивается, потому что деньги вы уже принесли. На эти деньги можно пойти в ресторан, пойти кутить, поехать очень хорошо отдохнуть и так далее, и так далее. Потому что суммы, которые вы носите, они бывают иногда запредельные. Вот, я не совру, что иногда бывало так, что человек приносил за некий обряд, чтобы у него было все хорошо, приносил по 170 тысяч рублей. Вот, 170 тысяч за раз. Ребят, вот, что у меня должно быть плохого в этой жизни, если у меня есть 170 тысяч, которые я вот в один раз отнес. Я думаю, что, вот, с такими деньгами у меня должно быть наоборот все хорошо. Поэтому все проблемы в голове, не в экстрасенсах, не во всем, все проблемы в голове, все проблемы решаемы, у всех проблем есть ноги. Если человек с кем-то в плохих отношениях, это значит, он когда-то испортил эти отношения. Если человек живет плохо в семье, семья не ладится, разойдитесь. Разойдитесь, что вы друг другу-то мозги будете много-много лет. Разойдитесь, вы станете счастливыми людьми. И один и второй найдут свое счастье, женятся, выйдут замуж. Чего жить-то вместе? И вот эти проблемы, они всегда одинаковые, одинаковые, одинаковые. Экстрасенсы это все каждый день рассказывают друг другу, рассказывают в перерывах между приемами. Проблемы не меняются. Решение их тоже не меняется. Каждый хозяин своих проблем. Поэтому решайте проблемы сами. Не носите такие огромные деньги никому и никуда. И будет вам счастье. Если же вы просто хотите все-таки пойти к экстрасенсу или погадать, ну, сделайте себе такой подарок. Ну, пойдите на гадание за 500 рублей на картах Таро. Ну, там хотя бы вам разложат интересные картинки и расскажут, что каждая картинка из этого значит. Ну, хотя бы визуально вы будете видеть что-то интересное происходящее. А не то, что когда там экстрасенс говорит о том, что вы не можете никогда не проверить и не почувствовать. Вот, вот что я хотел сказать. Я постарался говорить только то, о чем я знаю. Очень много остается, конечно, еще недосказанного и ничего особо лишнего. И как бы правду, ничего кроме правды. Поэтому ко мне никаких претензий не должно быть. Никого не оболгал, никому не придумал невыдуманную историю, никого не обокрал. Еще один прям маленький момент. Еще я хотел сказать о том, что на съемочной площадке «Битвы экстрасенсов» очень часто делают пересъемку сюжета. Ну, сейчас я для примера приведу. Вот, например, на съемочной площадке сидит женщина, у которой рак в груди. Экстрасенсы об этом не знают. Ей сделали операцию, операцию неудачную и так далее, и так далее. Ну, то есть, у человека трагедия. И вот экстрасенс приходит на съемочную площадку и должен рассказать, что с этим человеком произошло. Они приходят, говорят, неважно что. Ну, в общем, было такое испытание. Вот. И тут приходит на съемочную площадку экстрасенс, который уже фаворит, который получает много белых конвертов. И вдруг он на съемочной площадке лажает. Неважно, по какой причине. Ни проэкстрасенсорил, ни вовремя ему информацию не слили, или не сливали вообще. Неважно. То есть, человек облажался. Вот. Что происходит для того, чтобы этого человека не дискредитировать среди экстрасенсов? Когда заканчивается весь съемочный процесс, все расходятся по домам, этого экстрасенсов фаворита оставляют и говорят ему, Слушай, сегодня ты показал плохой результат, но мы не можем так дальше, мы не можем этот результат пустить. Давай сделаем так. Ты сейчас нам расскажешь о том, что не твой день, ты не увидел и так далее. И с человеком делают такую подсъемку. То есть, человек как будто бы вышел из зала, где делают испытания, к нему подходят редакторы, и он говорит, вот, блин, вот не увидел ни мой сегодня день, ни проэкстрасенсорил. И, понимаете, в такой момент к этому человеку как бы должно быть больше уважения. То есть, зритель сидит, он видит, как многие лажают, как многие говорят какую-то ерунду. А тут вышел сильный человек, экстрасенс, и потом он признается, вот, не мой сегодня день, я не смог увидеть. И у зрителя какое-то уважение к нему, блин, какой молодец, вот не наговорил всякой ерунды, а вот честно признался, что вот не увидел он сегодня. То есть, вот такие вот подсъемки на площадках происходят. Иногда эти подсъемки доходят до абсурда, потому что, я помню испытания, когда снимали поиск человека, это было зимой, в заброшенном огромном здании, то ли больницы, то ли школы недостроенной. Вот, и там, значит, искали человека, все мерзли, все морозились, и вообще, ну, как-то было очень неуютно, холодно, темно. Вот, и когда пришло время одной из участниц программы, вот, она не смогла найти человека, и тут съемки остановили, какие-то решения там принимали, мы все мерзли в автобусах сидели. Вот, и в итоге приняли решение это испытание вообще не снимать, чтобы не дискредитировать этого человека. Это происходило в третьем сезоне, вот, и там была одна девушка, из-за которой как раз вот съемку эту отменили. Вот, она не выиграла, конечно же, ничего, у нее был ужасный, жуткий характер, она не приходила на съемки, она бухала, вот, бухала и не приходила на съемки, не приходила и бухала. Она, в общем, жуткая девица была, вот. Вот такие вот ситуации были, поэтому еще раз всем добра, всем желаю решать и разбираться со своими проблемами самим. Нет ничего такого, что нельзя решить, потому что все ваши невзгоды и проблемы, они появились ни из ниоткуда. Вот, поэтому решайте их сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова